Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Доброе утро всем. Доброе утро, ребята. Миша, привет. Ева, привет. Давно не виделись. Продолжай, Миша. Слушаем тебя. А еще у нас сегодня есть гость, который побывал в Африке. Как раз о нем мы сегодня и будем говорить. Это фотограф-анималист Сергей Иванов. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро, Сергей Анатольевич. Доброе утро. Миша, ну давай ради порядка, я ко всем обращаюсь. Сегодня профессиональный праздник у железнодорожников. Надо поздравить. Потому что все мы так или иначе связаны с этим видом транспорта. Когда-то путешествовали железной дорогой. Еще будем путешествовать. Так ведь? Да. Поздравим. А сегодня отправимся в место, куда, собственно, по стальной магистрали не добраться. Куда либо вплавь, либо самолетом. Туда поезда не ходят. Так ведь? В Африку. В Африку-то я имею в виду. Да. Продолжай. Сегодня мы подготовили вопросы для гостей и для слушателей. Номер напомним? Наш номер телефона 211-101. Звоните и выигрывайте призы, которые я озвучу чуть попозже. Еще у нас сегодня Сергей принес фотографии животных. Они висят сзади нас. Да. Кто нас видит, можете посмотреть. Ну, пока нас, к сожалению, слушатели не видят, но они обязательно смогут потом посмотреть видеозапись на сайте echokirova.ru. Мы видео снимаем сейчас, а пока вот можно нас слышать на волне 101.0 и на нашем сайте echokirova.ru. Сергей Анатольевич, вы принесли две замечательные свои, свои, да ведь? Да, конечно, я чужие не нашел. Фотоработы. Расскажите, пожалуйста, о них. Два совершенно разных животных. Очаровательные фотографии. Супер, конечно. Расскажите. Ну, фотография леопарда сделана в Намибии. Вот, это самка леопарда. Один на всю Намибию? Нет, в Намибии леопардов достаточно. Вот. А бегемоты, я сфотографировал бегемотов в Ботсване. Ага. В Ботсване. Ну, также мне доводилось бегемотов еще снимать в Кении. Так что, в общем-то, с бегемотами мне повезло. Это как у нас, не знаю, как у нас воробьев или что там? Ну, не знаю, с нашими животными, насколько это распространено, чтобы представить. Как у нас, не знаю, вот того-то, так там у них бегемотов можно встретить. Ну, дело в том, что бегемоты-то там не бегают, как у нас воробьи. Не, ну, если куда-нибудь пойти, на природу. Ну, в принципе, да, можно встретиться. Можно встретиться, да. Какая больше нравится, Миша, Ева? Мне больше леопард нравится. Леопард? Почему леопард? Ну, потому что люблю хищников и котиков больших. А ты знаешь, что это девочка? Сергей Анатольевич нам подсказал до эфира, что это самка леопарда. Не знаю, как их отличать. О, кстати, Сергей Анатольевич, как отличить? Проблематично. С виду нет? С виду нет. С виду нет. Ну, с виду разве что тем, что, ну, видите, молодые особи тоже могут быть не очень крупными. Потому что самки леопарда, они несколько мельче чаще, чем самцы. Ну, мне кажется, у самцов, у кошачьих, ну, так, морда как-то вот побольше всегда. Ну, обычно. Ну, я бы не сказал. Достаточно непросто определить, в принципе, самец это или самка. Вообще леопард весит, взрослый леопард, где-то порядка 70 килограммов весом. И взрослый леопард может без труда добычу большую, чем его вес, затащить на вертикально стоящее дерево. А зачем туда тащить? А потому что леопарды обычно поедают добычу на деревьях, ну, в связи с тем, что кроме леопардов там еще водятся в саваннах гиены, шакалы, клювы. Ну, понятно, чтобы сверху смотреть, сидеть, наблюдать, чтобы не даем его, никто не угощил. Ну, да, в целях защитить добычу и самому съесть. Да, Миша, скоро вопросы будете, конечно же, задавать. Просто я хочу раз еще напомнить нашим слушателям и вести в курс дела. Сергей Анатольевич у нас был в гостях зимой. Зимой, и тогда мы договорились, что вот встретимся летом. Лето уже на исходе, но, слава богу, мы встретились, и мы будем говорить о вашей работе в Африке. Мы, в частности, зимой побывали на Камчатке. На Камчатке мы были о вашей работе, говорили. Вот сегодня в Африку отправились. Фотограф-анималист — это кто, Ева? Это фотограф, который фотографирует животных. Устроит такой ответ. Да, вполне. Поехали дальше, задавайте вопросы нашим. Как вы фотографируете хищников? Они же замечают вас. А что хищников сразу? Давайте в целом спросим про зверей. Ну, в принципе, это достаточно такая сложная тема, потому что это в зоопарке может быть легко и просто фотографировать, а в дикой природе снимать очень непросто. Во-первых, надо находить эти места, готовиться к этому задолго. И, конечно, в большей мере приходится приучать объект съемки к себе. Подкормить? Нет, ни в коем случае. То есть как бы в анималистической фотографии серьезные любые виды вот этих подкормок, вот этого всего, это как бы считается неэтичным для фотографа. Съемка на всякого рода прикормках. Поэтому мы стараемся, ну, естественно, на международные, на серьезные конкурсы фотографии, снятые там на привадах, на прикормках, в неволе, в таких вот условиях, не принимаются на такие конкурсы. То есть максимум естественности все-таки должно быть. Да, да, это именно, то есть это когда идет о фотографии дикой природы. Ну, вот, в частности, медведей на Камчатке я снимал, то есть мне приходилось, ну, не приходилось, я получал от этого громадное удовольствие, но минимальное время, которое я там проводил, значит, на Курильском озере, снимая медведей, это где-то месяц-полтора. То есть за это время постепенно-постепенно, то есть когда наступал контакт. То есть это вовсе не значит, что ты взял с собой, собственно, свой аппарат, пришел и начал снимать. Нет, это все постепенно, постепенно, постепенно. В Африке, конечно, с этим делом проще. В Африке проще. Почему? Ну, потому что там есть большие национальные парки, в которых это, в общем-то, все охраняется. Никакого там, ну, практически браконьерства нет, потому что в африканских странах очень жестко с браконьерами поступают. Их, если не на месте расстреливают, так и в другом месте. То есть достаточно серьезно. Ну, в частности, вот в Кении, в Танзании это происходит. И поэтому там хищников, вот как я его спросила, но в основном фотографируем, естественно, с машин. То есть съемка производится в большинстве случаев с машин. Хотя вот бегемотов я уже снимал с земли, но с хищниками. Вы сами понимаете, что это крупные кошачьи хищники. Это очень серьезно. То есть вы не один снимаете? Когда как. Когда как получается. Когда я еду сам на машине, допустим, там, я часто в Африке брал, значит, не просто машину, а дом на колесах, в котором мы и ночевали, значит, и перемещались. И поторопизничать можно, да, и так далее. Ну, хорошо, у меня в продолжении вопроса. Ева, а комфортнее работать одному или в составе какой-то группы? Скорее всего, что одному. Одному, да. В большинстве случаев одному. Когда один на один, собственно, ты имеешь дело, да. Миш, вопросы, продолжай. Были ли у вас какие-нибудь привязные случаи? Случаев было много. Я помню случай, который... Это в эфире был или не в эфире? Вы рассказывали зимой про слонов, которые чуть не задоптали вас. Да, был у меня случай, когда серьезный, но один раз на меня львица бросилась, значит, правда, я был за загородкой, вот. То есть там, понимаете, бывают такие места, где не звери находятся в загородке, а люди находятся в загородке. То есть их привозят, выпускают, значит, людей в такую загородку. Нет, это не клетка. Такое деревянное ограждение плотное было. И для того, чтобы можно было выставить объектив, там сделаны такие, как бы, бойницы, ну, чтобы наблюдать, вот, в частности, за львами. То есть как с акулами в клетке опускаются под воду? Да, примерно так же. Но, вы понимаете, мне хотелось все покрупнее, поближе. Я в это окошечко выставился очень сильно. А она бросилась. И то есть рейнджер, который стоял сзади, только успел меня за штаны дернуть и втащить это. А ничего не предвещало этой попытки на подопадение? То есть она не с детенышами была, не принимала пищу, а просто так вот? Вот кошачьи, непредсказуемые. Это, в принципе, большинство животных так бывает. Они, как бы, показывают тебе, что ты залез на их территорию. Есть животные, которые, вы понимаете, они могут отступать. Вот, допустим, вот с медведями как происходит. Вот мне приходилось снимать медведей на тундре, где они пасутся, значит, как коровы и поедают ягоду. И, значит, ты к нему подходишь, подходишь ближе, ближе, чтобы, ну, снять покрупнее все это. Вот, если медведь, как бы, слабоват духом, он отходит от тебя, у которого, как бы, само мнение высокое. Он, значит, на месте, на месте, на месте, ты к нему пытаешься подойти, а потом делает бросок в твою сторону. Но это предупреждение чаще всего. То есть, это животные, бывает, редко, когда бросаются вот так вот в атаку. Ну, вот с носорогами, конечно, с бегемотами сложнее, потому что такие очень достаточно агрессивные животные, которые как уж рванули, так рванули. Вообще, бегемот, кстати, самое опасное животное Африки считается. От него больше всего погибают люди. Вот именно в отношении человека самое опасное, да? По нападениям. Ну, так сложилось. Хотя он ведь и... Он ведь не плотоядный, по идее-то. Он не плотоядный, но дело-то в том, что в силу того, что у него такие зубы, то... Не, ну, понятно, что он может все, что угодно, не дать. Они очень-очень серьезно защищают, значит, свое место обитания, допустим, ну, так скажем, тот водоем, в котором они там плавают. Вот. Это раз. И у них очень серьезная защита детенышей. То есть за детенышей они там просто... Ну, и когда бывают проблемы чаще всего, когда на лодках где-то вот перемещаются. То есть, ну, для бегемота, значит, лодку... Ну, и, естественно, ну, представьте, там такие зубы, что там просто, ну, человека просто пополам перекусывают или оставляют такие раны, что несовместимые жизнь. А животное запоминают людей? У вас есть теперь какой-нибудь знакомый лев или медведь? О, медведей у меня очень много знакомых. Медведей у меня очень много знакомых. Насчет львов, конечно, мне не доводилось с ними подолгу жить рядом. Но животные очень хорошо запоминают, очень хорошо запоминают. Это у них в основном не только визуально происходит, а в большей мере обоняние. Они запах запоминают, у них это есть восприятие, то, что этот объект, допустим, ну, человек, в частности, им не доставлял ничего плохого. Не было никакой агрессии или еще каких-то моментов. И он уже относится абсолютно, потому что у меня даже были семьи медведей знакомые, которые ко мне великолепно относились и через год, и через два, и через три. Круто. А у вас есть домашние животные? Вы их фотографировали, если есть? Знаете, домашних животных у меня нет. О-о-о! Разоблачили Сергея Анатольевича. Дело в том, что, понимаете, иметь домашнее животное – это очень высокая ответственность перед животным. Очень высокая ответственность. То есть, ну, вы сами понимаете, чтобы его содержать, значит, его надо холить, лелеять, выгуливать и все, и уделять ему очень много внимания. Дело в том, что я очень много времени провожу вне дома. И поэтому, ну, мучить вот таким образом животное – я хочу, чтобы, я, в принципе, желаю, чтобы у меня была собака. Я хотел бы. Вот. Но, но пока, пока, может быть, буду стареньким и заведу. Значит, один момент интересен. Вам с годами это осознание пришло, вот такое отношение к животным? Нет. Нет? Или вы изначально с детства, когда книжками увлекались еще? Изначально. У меня в детстве была собачка, которая, в общем-то, у родителей она и дожила до кончины своей, до старости. Но я… Одна попытка у меня была, когда я еще в институте учился. Я завел карелло-финскую лайку, значит, но, к сожалению, там история такая нехорошая. Она пропала в лесу. Я долго ездил, искал. Ее там встречали, но, судя по всему, ее съели волки. Вот. Но она такая, сама себе на уме была. Так, давайте пора слушателей привлекать. Да, 211-101. Уважаемые ребята, взрослые, сейчас мы будем задавать вопросы. Сергей Анатольевич, озвучите вопрос касаемо Африки. Я? Да. Нашим ребятам, нашим слушателям. Ой, вы меня так построили. Хорошо, у нас у ребят тогда… Давайте… Вы можете подумать немножко. Может, я задам. Да. Вопросы? Ева сейчас задаст вопросы. Не про Африку, а про животных ее. Про животных, которые обитают в Африке. Да. Хорошо. И потом Миша озвучит те призы, которые у нас сегодня имеются. В каком возрасте лев становится полностью взрослым и какие возможности у него открываются? Давай с первой части вопроса начнем. В каком возрасте лев становится взрослым? Да. Да? Варианты дадим ответа. Можешь сейчас быстро сообразить? Ну, чтоб не очень напрягать наших юных слушателей. Ну, что, в воскресенье отдыхать нужно выходить? Четыре года, пять месяцев и два года. Два года. Пять месяцев и четыре года. Три варианта ответа. 211 и 101. Ты можешь пояснить полностью взрослым это как? Я так понимаю, когда он может заводить свою семью? Ну, ты пояснишь полностью взрослый лев? Это что значит? Ну, я не могу пояснить, потому что это вторая часть моего вопроса. Какие возможности у него открываются? Ладно, хорошо. Два года, четыре года, либо пять месяцев. Вот такие варианты ответа. Миш, поехали. Давай призы. Давай поставим в известность, что сегодня можно выиграть. Сегодня у нас есть книги и приглашения. Из книг у нас есть моя первая книга про автомобили, самолеты и корабли. Для читателей от шести лет. Также у нас есть секретная энциклопедия, о чем говорят акулы. Очень интересная. Да, она правда очень интересная. У меня есть из этой серии только пчелы. Это фэнтези, о чем говорят акулы? Нет, это энциклопедия. Реально? Да. Они говорят о чем-то? Да. Так. Что еще есть? Да-да-да, замечательная, очень большая формата. А4, да, по-моему? Нарисованная. Да, нарисованная. Также есть энциклопедия. Большие окошки. Ага, акулы, кошки. Что еще? Дмитрий Елец. Моя большая семья. Бунт пупсиков. Да, тоже замечательная книжка. В своеобразном оформлении таком художественном. Еще. Джон Стивенс. Изумрудный атлас. Волненная летопись. 12+. Ну, это прям очень серьезное издание. Такое чтение на долгое-долгое время. Очень такая солидная по объему книжка. Но я надеюсь, что очень интересная. Страница в 400. Пираты, я смотрю. Да. Что-то про пиратов у нас есть. Пираты. Руководство для начинающих. Для начинающих. Ага, у нас так или иначе пиратская тема как-то в открывашках всегда присутствует. Ну, частенько, по-моему, бывает, да? Что это пираты, корабли, морские путешествия. Тут даже еще внизу написано все, что должен знать настоящий пират. О, вот так вот. Так, и еще тоже большая красочная книга. А, мы ее озвучили. Автомобили, самолеты и корабли. В общем, мальчишки рекомендую очень-очень. Ну, мальчишки принято считать в первую очередь. Технику-то как раз любят. И еще у нас есть пригласительные, да? У нас есть пригласительный билет в Галилео Прогресса на фотовыставку. Гоу! В честь чемпионата мира по футболу в России, который завершился, да. На нее могут идти дети любого возраста. Также у нас есть сертификат на четыре занятия в школе музыки. Практический метод. Практический метод. Так, еще что есть? Приглашение на двоих в кинотеатр «Смена» и приглашение на двоих в кота-кафе «Зокки». Это все? Да. Ну, очень даже прилично. 211-101, еще раз напоминаю номер нашего телефона. Ева, ну что, ты задавала тебе и принимать звонок? Хорошо. Ну, скажи Алут. Привет. Привет. Как тебя зовут? А где дела? Рита. Хорошо. Любишь животных? Обожаю. Фотографировала кого-нибудь? Конечно. А кого? Всех. Есть у тебя бетонцы? Еще раз. Есть у тебя бетонцы? Нет, к сожалению. Хотела бы? Хотела бы. И какой же ответ на мой вопрос? Два года. Да. А еще дополнительный вопрос. Да, вот сейчас можно пообщаться с Ритой, да. Какие возможности открываются у Льва в два года? Как? Заводить семью? Об этом точно не знаю. Но могу сказать, что у него только в два года полностью вырастает грива, и только в два года он начинает рычать. Да ладно. Два года он рычащих звуков не издает. Нет. До этого возраста. Ну, хорошо. Да. Привет. Да. Ты еще здесь? А? Рита, ты с нами? Миша любит. Да, да, да. А ты куда бы хотела съездить? Пофотографировать животных? В какую страну? Я бы хотела в московский зоопарк еще раз съездить. Ооо. Там очень красиво говорят. В смысле, ты сказала еще раз съездить? Ну, да. Я просто не везде ходила там. А, то есть ты была уже, но еще раз, чтобы осмотреть. Хорошо. Определяйся с призом. Что хочешь получить? Билеты в кино. Билеты в кино. Все. Не клади, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашим редактором. Отличного тебе утра и хорошего дня. Так. Может, что-то хотите добавить, Сергей Анатольевич? К двум годам. Я честно скажу, что гриба там вырастает. Гриба-то там в два года никакая. Жиденькая. Ну, очень жиденькая. Молоденькая, да. Очень жиденькая, очень коротенькая. Поэтому силу-то набирает уже, наверное, годам к пяти, к шести. Пяти ближе, да, уже такой? Вот. Полноценный левый такой. Кстати, давайте перечислим те африканские страны, в которых вы побывали. Вот мы что забыли, там, с животных начали. Например, леопард, бегемот, слоны. И вы не бывали ни единожды в Африке? Да. Я, по-моему, раз в шесть был. Да, да. Началось всё с Намибии. То есть я первый раз побывал в Намибии. После этого я был в группе с охотниками из Германии. То есть они меня пригласили туда. После этого я решил, что с охотниками я никогда больше не поеду. Это раз. Сейчас с немецкими тоже не поеду. Вот. Как и с японцами не хотел бы не поехать. А почему? А вы знаете, дело в том, что японцы, немцы, ну, сейчас, наверное, китайцы, они очень такие интересные люди в плане... Они хотят за короткий период посмотреть всё. И то есть их перемещение, они очень стремительны. Мгновенно. Когда я вот был... Вот их-то в зоопарке надо как раз. Ну да. В зоопарке можно посмотреть, да. Потому что вот с этими немцами, с которыми я ездил, мы за неделю, уже когда после того, как они отохотились, за неделю мы проехали по Намибии 5000 километров. То представьте, вот, ну, сколько, в общем-то, выходило на день, с учётом, что мы где-то останавливались там на целый день ходили. То есть это просто была сплошная гонка. Поэтому я больше не хотел. И после этого, через два с половиной года после этой поездки, я организовал сам поездку. И это была самая, наверное, выдающаяся такая вот по масштабу поездка африканская у меня. Потому что мы посетили, значит, я и двое моих друзей, которых я, значит, сумел. Нет, им просто было интересно. Я их сумел уговорить на эту авантюру. Вот, потому что это было самостоятельное путешествие, без всяких гидов. Нет, ну, гиды там присутствовали когда-то, в каких-то местах, где мы сами нанимали. А так мы путешествовали самостоятельно. И мы посетили пять стран за эту поездку. То есть она продолжалась больше месяца. Мы прилетели сначала в ЮАР, в Южноафриканскую республику. Ага, с самого юга. Да. Потом из ЮАР мы перелетели в Зимбабве. Потом были в Замбии. Потом из Замбии мы переехали в Ботсвану. Потом в Ботсване нас ожидал уже дом на колесах. И в доме на колесах мы, значит, 17 дней путешествовали по всей Намибии. То есть это не за неделю. 17 дней это уже, конечно, серьезно. Можно было и посмотреть, и побывать в разных, значит, таких местах, где живут совершенно не только разнообразные животные, которые были мне интересны, ну и, так скажем, экзотические племена, которые, в общем-то, уже практически их скоро уже и не будет. Почти в чистом виде. Есть такие, наверное, да. Я, кстати, от них артефакт такой, какие принес. Вот, вот. А давайте их во второй половине передачи. А я предлагаю без музыкального права здесь одним. Да? Да, потому что время бежит, а мы только еще один вопрос успели задать. После первой поездки я забыл совершенно, что Египет-то тоже Африя. А, ну да, Северная Африка. Да, кстати, вот сейчас Сергей Анатольевич перечисляет страны. Вы представляете, да, примерно по карте африканского континента, где что находится? Ну, не особо. Ну, Африку сейчас представьте на карте ЮАР, потом... Это самый юг. То, что вот я называл, это самый юг. Если представить, в Египте, наверное, некоторые бывали, представляют, что Египет – это север Африки. Самый север Африки. Синайский там полуостров, все это вот. А ЮАР – это самое южное окончание Африки. Мы с Доброй Надеждой. Мы с Доброй Надеждой. Я был на мысе Доброй Надежды. Что ты хотел еще? Я предлагаю сейчас задать вопрос и продолжить. Хорошо. Спасибо, заботишься о наших слушателях. Потому что Сергей Анатольевич великолепный рассказчик. Он может радовать и радовать нас всевозможными историями. Давай вопрос задавай. Что является главной природной достопримечательностью Африки? О, это точно вопрос бесспорный? Вот какая-то одна штука. Бес, точно? Только не говори, что это озеро Титикака. Нет. Хорошо, вот там я слышу, там уже звонок есть. Так, еще раз повтори. И номер телефона. Что является главной природной достопримечательностью Африки? Все. Номер телефона? 211-101. Отлично. Прям заинтриговал. А почему вам понравилась именно Африка? Африка, наверное, не может не понравиться. Ну, это вот... Это Африка. Что тут можно сказать? Потому что в детстве все про доктора Айболита читали. Не ходите, дети, в Африку гулять. Вот, все это было известно. Запретный плод? Ну, не то, что запретный плод. Просто дело в том, что это было особенно... Я ведь первый раз в Африку поехал уж лет 20 назад. И это в то время было, знаете, в общем-то, очень необычно. Очень необычно. Это сейчас уже стало достаточно нормальным ездить в Африку, не только в Египет. А тогда... И не только в Тунис. Да, и в Тунис, и в Марокко. А побывать, допустим, в Ботсване, или в Зимбабве, или тем более в Замбии. То есть это, в общем-то, как бы необычные такие страны, достаточно закрытые. И просто с бухты-барахты там туризм там особенно не развит. Ну, в Зимбабве и в Замбии, значит, там одна мощная достопримечательность, которой туристов приманивает. Это какая? Не знаете? Я затрудняюсь, честно говоря. Водопад Виктория. Ну, вот вы ответили на мой вопрос. Подожди, у нас висит, кстати, слушатель, что называется, висит на проводе. Давай, принимай звонок. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Аня. А сколько тебе? Я вам уже звонила. Ну, поскольку ответ на вопрос уже прозвучал. Если Аня, конечно, не прослушал. А я знаю еще. Ань, ну давай, отвечай. Так, водопад Виктория, Лирка Конго, пустыня Сахара. Так, подождите. Читай, читай. А, река Лимпопо. Река Нил там давай еще. А гора Килиманджаро. Килиманджаро. А Килиманджаро на чьей территории находится гора? Это вопрос для старшеклассников. Ой, как сложно. Ну, ответьте, Сергей Анатольевич. Килиманджаро, она и с одной стороны Кения, а с другой стороны Танзания. Ань, в общем, мы тебя поздравляем. Ты сразу несколько назвала достопримечательностей. Что ты хочешь получить в подарок? Я бы хотела получить книжку «О чем говорят акулы». О чем говорят акулы. Ну что, хороший выбор, Ева. Отличный. Да, потому что Ева и Миша, они сами глаз положили на эту книжку, да? Да. В общем, тебе крайне повезло. Мы тебя поздравляем. Не клони, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашим редактором. Так, продолжаем. А сколько примерно видов животных вы сфотографировали? Видов? Видов. Вообще в целом или в Африке? Именно в Африке. Вообще в целой. О, в целом. Это очень... Миллионы? Нет, ну миллионов видов нет, но десятки. Десятки. Я не знаю, не сотни, но десятки точно. А в Африке? Ну, я старался в Африке снять, ну, очень много, кого бы хотел. Ева, спроси, спроси, а с кем больше всего работать понравилось? Так сказать, работать. Ну, спроси. Ну, вы уже спросили. Сергей Анатольевич, с кем больше понравилось? Ну, мне очень понравилось с гепардами. Очень мне с гепардами понравилось. Вы за ними успевали. Миш, чем славится гепард, кстати? То, что он самый быстрый звери на планете. Правильно. Может развивать скорость до 35 километров в час? Не-не-не. Но дело в том, что гепарды, они издревле, в общем-то, если посмотреть историю, то гепардов очень много содержали различные шейхи и прочее. И прочее у них было вот это, так скажем, наиболее лояльные кошки к человеку. То есть практически не бывает конфликтов таких серьезных между гепардом и человеком. Поэтому он недостаточно лояльный. Гепард, видимо, в уме всегда держит. Человечушка, я убегу всегда от тебя. И вот поэтому как-то с ними интереснее. Но съемка, конечно, крупных хищников, таких как львов, леопардов, она, конечно, такая адреналинистая. А в чем? В том плане, ну... Успеть за ним надо. Это просто такая мощь. Это ты понимаешь, что, значит, очень серьезное животное. И может настигнуть тебя, если... Конечно, да. То есть он не просто самый скоростной, он мгновенно эту скорость-то и набирает еще. В чем, собственно, особенность. Он очень быстро. С кошками вообще как бы тягаться очень сложно с большими. Вы не знаете, у африканцев есть питомцы? Ну, не такие, как коровы полезные, а, например, собаки, кошки, гепарды. Дело в том, что, ну, как сказать, питомцы... Ну, домашние, прирученные, да? Муравьи. Чаще всего это там не происходит. В большей мере есть, ну, вот, в частности, и в Намибии, и в ЮАР я сталкивался. Это вот небольшие частные, так скажем, геймпарки, такие, ну, не назовешь их национальными парками в масштабе, но он частный, небольшой парк, территория, где они содержат животных практически в вольном, в полувольном состоянии. То есть это громадная, огороженная территория громадная, где эти животные чувствуют себя, в принципе, как на воле, но в то же время вот. И в человеку прививляют. И в силу того, что там их подкармливают, и, в общем-то, там складываются такие отношения, очень такие приятные. А, например, какие животные? Ну, вот я был в одном серьезном таком парке в Харнасе, это на границе Намибии с Ботсвана, значит, там содержат и львов, и леопардов, и гепардов. Там, значит, и мангусты есть, и бородавочники, и страусы, и жирафы, то есть там, но это не зоопарк, вы понимаете? С ними можно общаться, подходить, со львами. Ну, со львами, конечно, нет, львов содержат, значит, тоже в больших таких выгулах, в вольерах, так скажем, вот, но они ограждены, значит, такой защитной загородкой, причем она под электрическим током, чтобы, ну, как бы, вот. То есть льва почесать за ушко не получится? Знаете, это чревато. Вообще, в дикой природе понебратство не приветствуется. Это меня спрашивали также вот про Камчатку, как вот вы там снимали, там, допустим, медведя, у меня самое близкое, я медведя снимал с 45 сантиметров, вот. И говорят, а погладить, а зачем его гладить? Ну, как-то вот у меня не было такой мысли. Я говорю, что понебратство не надо. Запоминай на будущее. А кого вам фотографировать проще, пугливых травоядных, которые от вас убегают, или хищников, которые могут напасть? Да я не сказал бы, что кого-то проще или сложнее. Дело в том, что тут должно быть интересно. А мне интересно все. Мне даже воробья интересно фотографировать. Ведь вот все говорят, да что там воробей? А вы попробуйте интересно сфотографировать воробья. Не так, что он там сидит, а интересно. Это очень достаточно сложно. И можно, в принципе, за снимок тех же, допустим, воробьев получить на каком-нибудь конкурсе приз, если снять их в динамике, в полете или в какой-то конфликтной ситуации между ними, которые у них часто возникают. Такую обычную, обыденную птампу. Да, да, да. Следующий вопрос давайте задавать. Ева. Хорошо. Задавать им и потом к наглядности, Сергей Анатольевич, перейдем. Да. Да, что там таится, хранится до времени, время пора уже там доставать. Что есть у самцов зебр, чего нет ни у их самок, ни у других, ни парнокопытных кобыл? 211-101. Очень мудренный, видимо, вопрос. Сергей Анатольевич знает ответ. Не знаю, честно сказать. Ева, ты-то знаешь? Знаю, конечно. Хорошо, 211-101. Так, еще раз медленно. Что есть? Что есть у самцов зебр, чего нет ни у их самок, то есть ни у зебр девочек, ни у других непарнокопытных кобыл? Не парнокопытных. Не парнокопытных. А при чем тут непарнокопытные кобылы? Ну, потому что зебры тоже непарнокопытные. Чтобы проще было, отделило. Попытаюсь подсказать, попробовать подсказать нашим слушателям. Это какой-то внешний признак. Это что-то во внешности можно занять. Не особо внешний. Не особо внешний? Это что, богатый внутренний мир, правильный ответ или что? Нет, ну, это просто не сразу выделяется, не видно. А, ну, можно видеть, если присмотреться при каком-то ракурсе. Давайте два вопроса в эфире сделаем, потому что, если что, так на второй ответим. Давайте я задам вопрос. Давайте. Хорошо. Попроще вопрос. Какая самая маленькая антилопа в Африке? То есть, как она называется? Да, как называется. Антилопа и еще какое-то слово. Самая маленькая антилопа. Ну что, поехали, плотненько слушатели пошло. Вот два вопроса мы задали. 211-101. На какой полегче ответить? Пожалуйста, звоните. Ну, не знаю, вы не ищете, может, легких путей. Отвечайте на самый трудный. Сергей Анатольевич, порадуйте нас. Что вы принесли? Ну, вот я тут мешочек принес. Да. Вот наши ведущие уже под стол заглядывают. Это мешочек артефактов. Это оружие. Да. Нет, здесь вот это настоящий охотничий лук. Лук, который может быть не только луком, который может быть еще музыкальным инструментом. Можно посмотреть? Да, пожалуйста, конечно. Скрипка. Какой-то, я бы сказал, жиденький лук. Ну, это африканский, конечно. А это дело в том, что это тут целая история. Вот это к нему колчан, к этому луку. Там стрелы, соответственно. Там не только стрелы. Тут есть много чего. Ой. Вот. Это я приобрел вот это дело, всю вот эту историю. Значит, это я приобрел, когда я был в племени бушменов. Бушмены. Чем они знаменитые, бушмены? Бушмены, но они знамениты хотя бы тем, что это изначальные жители Юга Африки. То есть вот негры таковы. Коренное лукское население. Потому что они очень отличаются от негров. Во-первых, они очень мелкие. Очень мелкие. В смысле, низкорослые? Низкорослые, да. Во-вторых, у них своеобразный, отличный от всех рост волос на голове. Это как? А пучками растет. Да? Да. То есть волосы растут пучочками. Несплошной волосы. Да. Вот такое. Очень интересно. Они не выбривают? Нет, они не выбривают. Дело в том, что у них с их жизнью в Африке, которая проходила там многие столетия, они потеряли письменность, потеряли счет. Боже мой. То есть они не развивались, а наоборот деградировались с той поры, когда, допустим, найдены... То есть пик их цивилизации он где-то давно-давно был там. Потому что находили наскальные рисунки их различные, вот этих бушменов, которых первых тех еще... То есть сейчас они дикие? Ну, они не то, что дикие, но они очень. Так вот, про то, что почему такой мелкий лук? Да, да, да. Им не надо большие луки, ну, в силу того, что они сами маленькие. Если вот вы видите вот эту стрелу... Стрела. Только осторожнее, Миш, там наконечник стальной все-таки. Вот, стрела, наконечник стальной, и дело в том, что видите, как стрела разделяется. Стрела, значит, трехсегментная. О, а для чего это? Вот я вам сейчас расскажу. Дело в том, что бушмены, они, так как в Африке многие-многие-многие-многие сотни лет, а то, наверное, и тысячи лет проживали, у них все это настолько отработано. Вот эта стрела, для чего она такая маленькая? Она, наверное, дикоедом смачивается. Вот именно. То есть, есть на юге Африки такие червячки, так скажем, вот, которых они раздавливают с корлупки, поплюют туда, все это размешают, и потом вот в этой кашице они смазывают вот эту стрелочку, смазывают, и подкрадываются, допустим, ну, к той же зебре, к примеру, или к жирафу. То есть, достаточно стреляют. И вот самое главное, чтобы вот этот наконечничек, вот этот крошечный, пробил шкуру. И вот этот яд биологического происхождения парализует очень быстро. Он, причем, не убивает, а парализует животное. И дело в том, что с железом-то у них там очень напряженно. Естественно, что в свое время эти наконечники были костяные, но так как появилась цивилизация, появилась возможность железа, то они стали делать железный. Но чтобы сохранить вот этот железный наконечник, то есть, она вот делается трехсегментная. Чтобы вот эта железка не потерялась, то есть, когда животное бросилось через кусты, или там через растительность, то есть, вот это, это же просто тростинка. Просто, блин, заказать. Можно изготовить это еще. Здесь деревянный переходничок такой между ними в тростник вставляется, а железная часть вставляется вот как раз вот эту в деревянную. И то есть, когда животное рвануло, вот это отломилось все, а наконечник-то остался прям, чтобы в шкуре. Вот. И потом, когда животное упало, они подходят заберем. В общем, из чисто практических соображений. Да. Давайте примем звонок. Есть у нас, да, слушатель? Извините, что мы вас заставили ждать несколько минут. Мы просто не могли отвлечься от этого уникального, удивительного рассказа. Ева, приветствую нашего слушателя. Привет. Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 9 лет. Витя. Я учусь в 70-й школе. Очень приятно, Витя, очень здорово, что ты снова нам дозвонился. На какой ты вопрос хочешь ответить? У нас два вопроса было. Витя. Про антилопу. Про антилопу. Самая маленькая антилопа, да, был вопрос? А у нас что-то гну? Гну. Нет, дорогой. Гну, это распространенная антилопа, но она не очень маленькая. Витя, а еще варианты? Может, подскажем? Не знаю. Может, подскажем, не знаю, созвучное, может, чему-то. Ну, вот дозвонился человек, как-то Африкой заинтересовался, не хочется просто так отпускать. Из двух слов состоит название. Маркс и Энгельс. Антилопа. Ну, давайте сделаем, Витя, такое открытие все-таки. Хорошо, Витя. Запомнил человек. Витя, ты, наверное, запомнишь теперь, что самую маленькую антилопу зовут Дик-Дик. Дик-Дик? Да. Дик-Дик. Деградация. Она оканчивается на букву К. Буква К, да. Дик-Дик. Дик-Дик. Они размером с кролика такие. Антилопа с размером с кролика? Вау. Посмотреть бы на такое чудо. Мы один раз были в Таиланде и ходили в Олений парк. Там почему-то не было оленей, но был один. Пришли, а там мышиный олень размером с кролика тоже. Обиделись. Давайте про Витю не будем забывать. Раз у нас Витя немножко ошибся с ответом, мы тогда возьмем на себя смелость сами ему вручить приз. Не он будет выбирать, а мы сейчас. Давай, Миша, конкретный приз. Миша. Давайте. Машнюю книгу. Что Витя сказал? Книгу. Книгу. Любую? Книгу. Я предлагаю ему сделать выбор из двух книг. Да. Ну, озвучу. Либо моя первая книга про автомобили, самолеты и корабли, либо... Бунт Пупсиков. Витя, давай определяйся. Про корабли. Про корабли и самолет. Все. Отлично. Запоминаю. Самая маленькая антилопа Дик-Дик называется. Размером с кролика. Боже мой. Как же они живут-то? Так. Сергей Анатольевич. Что-то еще достал из своих закромов? Дайте, я достал. Просто дело в том, что... Вот это... Как вы думаете, что? Я знаю, кажется. Крапка? Ева. Если долго... Не знаю. Посмотрите. Вот, наверное, вот так вот ей работают. Да. Да, да. Только это... Вот это приемная часть. То есть вот здесь углубленица, в которую вставляется другая такая же палочка. То есть с этой помпуч... Миша, ты понял, о чем речь-то идет? Я сказал, вот когда показал... Разжигание огонь. Да. Это вот палочка. Кстати, если вы будете из березы делать палочки, то ничего у вас не получится. Нет, не нагреться. Можно я ее посмотреть? А в Африке есть березы? Нет, в Африке нет берез. Нет. Поэтому в Африке далеко не каждое дерево годится для разжигания огня. То есть вот палочка, которая вот вставляется, то есть только три породы деревьев подходят для разжигания. А как называются деревья? Я сейчас вот уже, честно говоря... Все так вкусно пахнет. Это дерево, это кустарник, это что? Это дерево. Дерево. Большое что-то, да? Вот такое. Мы напоминаем, что у нас еще один вопрос. Нет на него ответа. Задавала вопрос Ева или Миша. Ева. Ева, напомни, пожалуйста, напомни. Про зебр. Про зебр. Чем отличается? И подскажи как-нибудь еще так ненавязчиво. Чем отличается самец зебры, насколько я помню? Что есть у самцов зебр, чего нет ни у их... Самок. Ни у их самок, то есть других девочек зебр. Ни у остальных, ни парнокопытных кобыл. Ну, хоть аккуратно, намекни как-то осторожно. Направь в сторону правильного ответа. Это является их оружием, которое они часто используют в частых драках. Когда, например, за девочку борются. Видимо. Вот это они используют. И это не кинжал, да? Не кинжал правильный ответ. Нет. Зебры. Или там не ружье. Встает на задние лапки, целится. Ну да, бывает. Так, у нас три минутки остается, Сергей Анатольевич. Поведите нам еще. Вот кинжал. А вот кинжал, да. Африканский, традиционный. Это бушменский нож. Бушменский нож. 58? Да, я спрашиваю своего звуко-режиссера. 58 минут. 5 минуток у нас еще есть, да. Вот. А вот эта палочка превращает вот этот лук маленький в музыкальный инструмент. Можно послушать? Скрипку. Вот я не прошел эту музыкальную школу их. Нет, не скрипку. Дело в том, что они вставляют особым образом конец вот этого лука в рот. Ой. Особым образом открывают этот рот и по тетиве стукают вот этой палочкой, которая, видите, тут удерживление на ней сделано из смолы. Они вот такие делают. Ну понятно. Пив рот резонирует. Рот получается резонатором. Рот получается резонатором. Да, да, да. И получается своеобразная музыка, которая вот эта. А вот отгадайте, что... Похоже как... Ну да, что это на варган похоже что-то, да. А вот это как вы думаете, что? Подставка. Под что? Под чай. Под чай? Под чай. В Африке чай. Что-то я не припомню, что бы в Африке чай. Ну давайте, вот. Подороже? Нет. Ну это в быту, да, вот используется? Это бытовая вещь, очень широко распространенная, без которой вы никогда не обходитесь практически... Телефон? Ну какой же телефон? Ну вот эта вот выемка что-то мне напоминает... Подлокотник? Нет. Но уже ближе. Но уже ближе, да, да, да. Стол? Что-то для удобства. Нет. Пепельница? Нет. Ладно, не буду вас научить. Это подушка. Точно, точно, точно. Под затылок это под затылок. Это подушка. Да, да, да. Эту подушку я приобрел в племени Химба, которая... Вы еще и приобрели ее. Подарить-то не могли. Нет, там все за деньги. Вот это... Не самая удобная подушка в мире. В общем, ребят, обязательно потом смотрите видеозапись нашей программы на сайте. А вот это вот такая вот дамская сумочка. Из кожи, значит, дикого какого-то животного и расшитая бисером. Ох ты. В общем, африканские рукодельницы это, видимо, изготавливают, продают, денежку, опять же, выручают. А мужики охотники, мужики охотятся. Да, в это время. Кстати, Сергей Анатольевич, спать-то удобно на этом? Ни разу не пробовали. Нет, подушка неудобная. Так что вот это широко распространено. Вот очень интересно, что... Кинжал сейчас в руках. Это практически... Вот, ну, не берем вот эту сумочку дамскую и подушку. То есть вот это то, с чем бушмен уходит на охоту. Ну, в принципе, все есть. Оружие есть, огонь чем разводить есть. Собственно, кинжал тоже имеется. Ну, воду, наверное, с собой еще берет пить его. А вот воды там нет. А вот тут-то я и попал в пространство. А вот воды нет. И вот с помощью вот этого кинжала они очень ловко добывают воду. Дерево какое-то? Нет. Нет, а что? Нет. Никогда не догадаетесь. Молочное дерево? Нет. Деревьев там нет. Пьют кровь зерей? Нет, потому что там в основном буш – это бушмены, люди, живущие в буши. А буш – это в основном кустарник. Буш – это кустарник. Но в кустарнике влага должна быть поедине. В засохший период влаги никакой нет. Вообще нет. На кустарниках засохшие листья. Единственное, что там акации еще стоят какие-то более-менее зеленые. Может, они как-то испарение добывают? Даже на бабах и то листьев практически нет. Ничего нет. Зелени нет практически никакой. Воды нет никакой. Но они научились за тысячелетия находить эту воду, которую… Вот если бы я не видел это своими глазами, не мог бы поверить. Дело в том, что… Давайте успеем открыть этот секрет за минуту. Да. Вот они идут. Видят из земли растет вот такая маленькая-маленькая былиночка. Вот. На ней слегка зелененький такой листик. То есть не мертвый. Растение такое еще, да? Его, вот, если бы я вот шел, я бы его и не увидел. Но они соображают в этом деле. Они быстренько берут этот нож, вот этот жуткий. Вот. Ну, в силу того, что он такой грубый. Обкапывают это место. Достают оттуда. Вот такого размера корнеплод, размером, ну, бывает даже, ну, примерно, ну, где-то с двухлитровую банку, так назовем, круглый чаще всего. Рвут вот эту сухую траву, делают циновку, очищают от земли, значит, от песка, от всего. Отчищают этим ножом и начинают скоблить. Скоблят, 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 скоблят на чистую травку, вот на эту, на сухую. Потом берут эту стружку в ладонь, вот так сжимают, переворачивают. И пьют. И жмут. Жмут сильно. И по пальцу, по-большому, в рот стекает, стекает жидкость. Так вот, вот с такого корнеплода они добывают где-то от двух до трех литров жидкости. Я пробовал эту воду. Это не вода, конечно, это сок. Сок вот этого корнеплода, да. Ну, не самое лучшее, что я пробовал в этой жизни, этот сок. Как говорится, на безрыбьерах. Да, вот. Ну, похоже на вкус на турнефс, на брюкву, на что-то такое. К сожалению, быстро пробежало время. Нам пора завершать на сегодня программу «Открывашка». Сергей Анатольевич, приглашаем вас еще с вашими интересными рассказами, историями. Приходите, договариваемся, что это наша не последняя встреча. Мы только вот маленькую частицку сегодня затронули, африканская наша тема. Спасибо большое. Миша Литун, Ева Кравцова, Сергей Иванов, фотограф-анималист. «Открывашка» на этом завершена. Всем хорошего дня. Те, кто участвовал и победил с победой. Всего доброго. Пока. Пока. Всего доброго. Детская познавательная программа «Открывашка».